С начала года акции авиастроительного концерна Boeing потеряли 70% от своей стоимости. Насколько это хорошая сделка для инвестора? Друзья, всем привет! Вы смотрите рубрику «Распаковка» на канале InvestFuture. Аэромагеддон. Мне кажется, лучше никак не охарактеризовать то, что происходит сейчас с отраслью авиаперевозок в мире. Давайте попробуем разобраться, что происходит с Boeing и есть ли перспективы у этих акций, которые за последний год показали воистине фантастическое падение. Если ровно год назад эту бумагу можно было купить за 440 долларов, это были исторические пики, то сейчас акцию предлагают нам менее чем за 100 долларов. С такими темпами мы скоро придем к предложению 5 акций по цене одной. Стоит ли вписываться? Ну что, давайте по порядку. The Boeing Company – это американская корпорация, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Boeing входит в 12 крупнейших промышленных корпораций США и также большую тройку изготовителей вооружения и военной техники. После компании Lockheed Martin, а на третьей позиции располагается компания United Technologies. И, что очень важно, Boeing – это крупнейшая американская экспортная компания. История гиганта началась в 1916 году, когда Уильям Боинг построил гидросамолет B&W и основал компанию с капиталом в 100 тысяч долларов. В настоящий момент в состав компании входят три основных производственных подразделения. Это Boeing Commercial Airplanes – гражданская продукция, Boeing Integrated Defense Systems – продукция военного назначения и космическая техника, и Boeing Global Services – обслуживание и сопровождение авиационной техники. Конечно, главный фокус – это именно производство и продажа гражданских воздушных судов. И в хорошие годы, когда компания жила беззаботно и не знала проблем, более 50% ее выручки приходилось именно на это направление. Поэтому сегодня давайте сделаем акцент именно на нем. Boeing собирает и поставляет авиакомпаниям самолеты, а потом их обслуживает и чинит. На прибыль компании влияет два основных фактора. Первый – это, собственно, спрос на гражданскую авиацию. И второй фактор – это надежность и репутация. Что касается спроса, давайте начнем с него. Вообще, если говорить о секторе в целом, отрасль авиаперевозок – одна из самых устойчивых в мире, постоянно набирающая обороты и ускоряющаяся. Мы видим, что людей в мире становится все больше. Развивающиеся страны могут позволить себе тоже все больше и больше. Люди чаще перемещаются. Если вы посмотрите на график пассажироперевозок, то увидите, что даже крупные мировые кризисы на спрос завлияли достаточно незначительно. И он максимально быстро отрастал. Даже после драматических событий сентября 2001 года мы видим, что ситуация выправилась и, наоборот, отросла очень быстро. И, конечно, текущая ситуация является исключительным. Потому что то, что произошло с мировой экономикой в 2020 году – это история абсолютно невиданных масштабов, непредсказуемых. Никто не мог себе представить, что вот так вот резко закроются границы и фактически все страны мира останутся за железным занавесом. Конечно, это мощнейший удар для отрасли гражданских самолетов, для авиаперевозок. И что касается Боинга, то здесь хотелось бы отметить, что для компаний, вот именно в текущем моменте, самый главный риск – это банкротство авиакомпаний. Каждый день простое самолетов увеличивает убыток перевозчиков и уменьшает вероятность того, что они смогут оплатить уже сделанные заказы у Боинга и, естественно, сформировать новые. При этом, например, аналитики Блумберга предполагают, что у многих американских авиакомпаний кэш кончится уже в конце июня, а самые стойкие продержатся до конца года. Понятно, что текущая ситуация не будет вечной. Может быть через месяц, может быть через два, через три, может быть через полгода ситуация разрешится, люди выздоровеют, снова начнут летать, путешествовать и индустрия восстановится. Но вопрос, конечно, в том, сколько авиакомпаний выживет и как они будут дальше планировать свои заказы на воздушные суда. При этом до текущей ситуации Боинг прогнозировал, что пассажиропоток будет расти на 4,5% в год в течение ближайших 18 лет. И если, конечно, рассматривать такой длинный временной горизонт, то ситуация выглядит достаточно хорошо. Боинг считает, что к 2038 году глобальный парк гражданских судов увеличится на 96%. Этому рынку потребуются сервисные услуги более чем на 9 триллионов долларов, что откроет новые возможности в этих сегментах. И второй фактор, который считается залогом успеха авиастроительной компании, это надежность и безопасность, репутация у населения. И, к сожалению, и здесь у Боинга тоже есть проблемы. Я думаю, что вы все знаете, что было две страшных ситуации в октябре 2018 года и в марте 2019 года. Два самолета разбились, огромное количество человеческих жертв. Расследования пока еще до сих пор ведутся. Авиакомпании показывают пальцем на Боинг. Боинг пытается найти какие-то оправдания, считает, что виноваты на самом деле авиакомпании. Но сейчас все-таки все данные указывают на то, что вина лежит именно на компании Боинг. Причиной происшествия считается неисправная система MCAS, которая отвечает за автоматическое опускание носа самолета при чрезмерном его задирании. И сейчас из хода расследования становится понятно, что руководство компании Боинг по факту знало о рисках и подвергло жизни людей угрозе в погоне за прибылью. Потому что система MCAS была очень сырой, не были проведены все необходимые тесты, не было нужной сертификации. И вообще на самом деле она была спроекцирована очень быстро в погоне за прибылью для того, чтобы конкурировать с более дешевыми предложениями от ключевого конкурента компании, французской компании Airbus. И в частности обсуждались некоторое время назад переписки сотрудников, которые в ходе расследования были найдены, где прямым текстом говорилось о том, что сотрудники Боинг знали о проблемах с системой. И просто предпочитали умолчать о них именно для того, чтобы авиаперевозчики закупили самолеты у Боинга, а не у Airbus. При этом пилоты не прошли необходимого обучения, не знали нюансов. Это было слишком дорого и трудоемко. В итоге мы видим те драматические последствия, которые видим. Кроме того, интересно, что уже после первого крушения Федеральное управление гражданской авиации разрешило компании продолжать полеты, несмотря на то, что риски были налицо. И таким образом вот эта вся ситуация подрывает доверие еще и к регулирующему органу. С марта 2019 года после второй трагедии все полеты на 737 Макс были прекращены. Декабрь 2019 года в отставку подает глава корпорации Боинг, а 21 января 2020 года Боинг останавливает производство 737 Макс на неопределенный срок. А возвращение самолетов в эксплуатацию произойдет в середине текущего года. Строки уже не первый раз сдвигаются. Но понятно, что в текущей ситуации, когда вот эти оба фактора, которые мы с вами обсуждаем, с одной стороны спрос на авиаперевозки, пассажиропоток, с другой стороны надежность компании сошлись воедино, скорее всего, и в середине 2020 года мы с вами не увидим возвращения в эксплуатацию модели 737 Макс. Пару слов про финансовое положение компании. В 2019 году поставки самолетов упали вдвое. Было поставлено всего лишь 380 судов. При этом количество поставок модели 730 Макс сократилось почти на 80% до 127 штук. При этом у компании есть такая вещь, которая называется портфель заказов, то есть контракты на поставку самолетов своим клиентам. Так вот, на конец 2018 года портфель заказов равнялся 408 миллиардам долларов. Через год, конец 2019 года, он сократился до 370 миллиардов долларов. Плохо, но все-таки жить как-то, наверное, можно. А вот в январе 2020 года Boeing вообще не получил заказов на самолеты. Впервые за 60 лет. Конечно, такая ситуация сказывается на отчетности компании. И сейчас, честно скажу, мне кажется, что смотреть на отчеты, наверное, не совсем имеет смысл, потому что уж очень поменялась ситуация в феврале-марте 2020 года. Но, по крайней мере, данные отчеты могут нам показать, как ситуация с репутационным скандалом, с фактором надежности, который у Boeing в настоящий момент находится практически на нуле, сказалась на финансовом положении компании. А уж то, что происходит в настоящий момент, будет уже отражено в следующих отчетах. И понятно, что там будет намного больше негатива. Ну, смотрите, что мы видим. По итогам 2019 года выручка компании упала почти на четверть и составила 76,5 миллиардов долларов. При этом операционные расходы компании за год снизились только на 12% и составили 78,5 миллиардов долларов. Что-то здесь не сходится. То есть компания потратила больше денег, чем заработала, хотя мы видим, что и пыталась сокращать расходы. В результате EBITDA упала на 95% до 667 миллионов долларов. И компания показала чистый убыток. Впервые с 1997 года он составил 636 миллионов долларов. Естественно, в текущем положении компания стала наращивать свою долговую нагрузку, чтобы хоть как-то покрыть расходы, а не огромные, потому что нужно выплачивать штрафы, компенсации семьям пострадавшим, авиакомпаниям за простой самолетов. И в результате сейчас сумма пассива в компании превышает активы, капитал в отрицательной зоне находится. То есть у компании не хватает денег, чтобы покрыть все имеющиеся долги. Но при этом по итогам 2019 года у компании на счету еще оставалось 10 миллиардов кэша. И, конечно, этого не хватит для того, чтобы по долгам расплатиться. Но, по крайней мере, платить проценты компания на тот момент могла. Также есть неиспользованные кредитные линии в размере 10 миллиардов долларов. Ну, по крайней мере, были. Вот это ключевое слово. Ситуация могла поменяться. При этом агентство S&P совсем недавно решило понизить кредитный рейтинг компании Boeing с уровня А- до BBB и предупредило о том, что компания может получить отрицательный денежный поток уже в 2020 году в 11-14 миллиардов долларов. Что касается дивидендов. Компания выплачивает их один раз в квартал. И, несмотря на убытки, Boeing все-таки за 2019 год выплатил дивиденды 8 долларов 22 цента на одну акцию. Но важный момент. В первом квартале 2020 впервые за 10 лет компания не стала увеличивать дивиденд на акцию. И вот буквально сегодня, в тот день, когда я записываю это видео, появилась новость о том, что компания, вероятно, будет понижать дивиденды дальше уже в ближайшие кварталы. Пара слов про конкурентов. Если говорить о том первом скандале, который подкосил Boeing, связанный с крушениями самолетов, здесь, конечно, мы видим, что компания начала терять долю рынка, конкуренты стали ее наращивать. Так, собственно, главный конкурент компании Airbus в 2019 году поставила 863 судна, нарастила поставки на 8%, тогда как Boeing только 380, как мы с вами говорили, самолетов. При этом Airbus нарастил выручку на 11%, операционную прибыль почти на 20%. Но, кстати, интересно, что по итогам года Airbus тоже получил убыток, потому что у него не все тоже там так гладко. Там есть коррупционные скандалы, штрафы на 3,5 миллиарда евро, поэтому здесь не стоит, конечно, как-то романтизировать эту ситуацию. Еще по поводу Airbus интересно, что компания обратилась уже за поддержкой к властям европейских государств в связи с текущей ситуацией, которая произошла в марте 2020 года, остановкой авиаперевозок, закрытием границ. Кстати, с начала года капитализация Airbus упала на 57%, Boeing на 70%. И когда мы уже вовсю готовили для вас распаковку по Boeing, 18 марта появилась, наконец, официальная новость о том, что Boeing попросил у США не менее 60 миллиардов финансовой помощи для поддержки всей аэрокосмической отрасли страны, объяснив, что компании, ее поставщики, клиенты авиакомпании и аэропорта оказались в тяжелом положении, и им нужна помощь для выхода из кризиса. В пресс-релизе компании сказано, выделение средств Boeing поддержит всю авиационную отрасль, поскольку основная часть ликвидности, которую получит компания, будет направлена на выплаты поставщикам для сохранения стабильности цепочки поставок. Boeing рассчитывает получить средства как от государства, так и частные, в частности, кредиты под государственные гарантии. В целом, президент Трамп 17 марта уже сказал, что нужно помочь Boeing, потому что это системообразующая компания для американской экономики, но тут могут возникнуть довольно существенные задержки, потому что демократы не очень хотят бросаться на помощь компании, потому что, во-первых, и совершенно очевидно, что текущая ситуация для компании Boeing является, но это уже такое вот мое личное мнение, субъективное, достаточно в каком-то смысле удобной, потому что если несколько месяцев назад мы смотрели на всю отрасль, и там вот таким вот красным пятном выделялась компания Boeing с огромными проблемами и репутационным ущербом, то сейчас мы видим, что проблема просто у всей отрасли авиаперевозок, причем у всей цепочки, и в этой ситуации Boeing как раз получила такой, конечно, со знаком минус, но все-таки шанс свою репутацию немножко уравнять с другими игроками на рынке, и, конечно, я думаю, что это нравится не всем. И вот, например, демократы считают, что прежде чем какую-то помощь Boeing предоставлять, нужно сделать целый список условий, которые компания должна выполнить. Например, очень важный пункт, это компания должна пообещать, что она будет сокращать полюцию, загрязнение окружающей среды. Например, кстати, вот еще одним таким репутационным скандалом, конечно, поменьше, чем крушение, но все-таки стала история, когда, например, принца Гарри и Меган Маркл стыдили за полеты на частных самолетах, одновременно с тем, что они борются за защиту окружающей среды. Кроме того, есть большие претензии, например, к Boeing, связанные с тем, что компания на протяжении последних лет проводила обратный выкуп акций. Buyback на 40 миллиардов долларов на минуточку. И критики говорят, что вообще-то, ребята, вы эти денежки могли бы отложить на черный день или, по крайней мере, куда-то проинвестировать, а теперь получается, что вы там поддули свои котировки, но одновременно с этим у вас нет денег на решение насущных проблем. А еще сейчас Boeing сильно стыдят за то, что автоконцерны уже приостановили свою работу, а самолеты продолжают собираться, и сотрудники жалуются на то, что ситуация действительно очень опасная, там как бы тесный контакт людей между собой и, возможно, передача ненужных микробов. Но при этом Boeing пока не собирается приостанавливать свою работу, ну просто потому, что компании нужно выживать. С одной стороны, понятно, но по меркам американского общества и американского представления о правах человека это никуда не годится. Но при этом сотрудники продолжают ходить на работу, потому что боятся потерять деньги и рабочие места в такие времена, когда вообще ничего о будущем не понятно. В общем, я думаю, что Boeing в итоге все-таки получит помощь от государства с какими-то определенными условиями, потому что, как ни крути, но это все-таки системообразующая компания, она поддерживает американскую транспортную систему. Там работает 160 тысяч человек, и здесь, конечно, вспоминается помощь компании General Motors в 2009 году. Компания была настолько важна системно, что тогда даже конкуренты General Motors из-за рубежа поддерживали тот факт, чтобы компания все-таки была спасена, потому что если бы она рухнула, то рухнула бы, в принципе, вся индустрия по всему миру, был бы огромный ущерб из-за срыва вот этих вот цепочек поставок. Кроме того, это второй по величине производитель оборонной техники для американской экономики, и понятно, что это тоже очень важный фактор, просто так таким компаниям никто не позволяет развалиться. Я думаю, что это даже не нужно объяснять. Кроме того, в принципе, у компании пока есть ликвидность, по крайней мере, по последним данным. То есть прямо сейчас ей деньги не нужны, но ей нужна уверенность в том, что бизнес можно будет развивать и дальше, в то, что в нужный момент компании протянут руку, потому что понятно, что в ближайшие месяцы, кварталы, годы будут непростыми. Поэтому вопросов о том, спасут Боинг или нет, не возникает. Понятно, что банкротом компания не станет. Вопрос скорее в том, на каких условиях эта помощь будет оказана, какая доля в компании отойдет государству. Вопрос, как вот эти вот дополнительные займы, кредиты повлияют на баланс компании. И кроме того, если предполагать, что Боингу выделят 60 ярдов, то по сути это половина нынешней капитализации компании. И аналитики предполагают, что в результате это может привести к размытию доли нынешних акционеров. Но, в общем, вопросов пока много. И, честно говоря, несмотря на такую привлекательную стоимость акций Боинга сейчас, как мне кажется, пока что есть достаточно большой риск поймать падающий нож. Я, скажу честно, прикупила сегодня немножко Боинга, но я сделала это на минимальную сумму. И я буду присматриваться к другим уровням, более привлекательным для покупки. Я уверена, что они еще предоставятся. Ну, просто мне захотелось сделать такой первый шажок. Помните, вот мы еще в инвест-шоу как-то обсуждали. Я говорила, что мне нравится Боинг в целом на текущей распродаже еще пару месяцев назад. Но не решилась я тогда его взять. Наверное, правильно сделала. Вот сейчас вот чуть-чуть взяла и дальше буду, наверное, увеличивать. Но если вы спросите меня, стоит ли покупать Боинг, то я отвечу встречным вопросом. С какой целью и на какой срок? Потому что, например, если вы хотите вложиться в Боинг на срок, там, не знаю, год, я думаю, что это плохая идея. Если вы хотите вложиться в Боинг на срок 3 года, я тоже не уверена, что это хорошая идея. 5 лет, 10 лет, 15 лет, я думаю, что это достаточно хорошая идея, после того, как мы удостоверимся, что компания все-таки уже прошла свои самые низкие точки. А для этого нужно, как минимум, некая определенность нам по поводу бейлаута, по поводу государственной помощи. И, конечно, необходимо, ну, по крайней мере, возобновление авиасообщения по всему миру. Это может стать каким-то первым шагом для возобновления роста котировок компании, как мне кажется. Ну и, конечно, нужно отслеживать далее новости по модели 737 Max, будут ли там какие-то подвижки. Вообще, конечно, очень интересно, потому что компания сейчас переживает, ну, такие, наверное, исторические времена, когда одновременно два абсолютно драматических события ударили, с одной стороны, по репутации компании, с другой стороны, по спросу на ее продукцию. И очень интересно, вот даже с точки зрения наблюдателя, смотреть, как сам Boeing, а американское правительство, которое в этом заинтересовано, будет компанию вытаскивать. Понаблюдаем. Пишите в комментариях, что вы думаете про Boeing, по какой цене готовы брать акции и почему, где вы ждете дно по этой бумаге. Ниже нуля, как говорится, не упадем, но с другой стороны от 100 долларов, в принципе, еще есть куда попроваливаться. Так что жду ваших комментариев. Если наша сегодняшняя распаковка была интересна, то не забывайте, пожалуйста, ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, это обязательно. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале InvestFuture, ссылка есть в описании, как и на другие социальные сети. Ну и в первом закрепленном комменте вы найдете другие наши полезные видео. Например, на прошлой неделе мы распаковывали компанию Aeroflot. Так что, пожалуйста, смотрите другие ролики. И также в описании к этому видео я оставлю ссылку на текстовую версию статьи, которую мы с командой для вас сделали. Вы можете почитать поподробнее, посмотреть также по мультипликаторам Boeing, если хотите покопаться. Спасибо. Кстати, все скрины с финансовым положением компании на черном фоне сделаны в Black Terminal. Я знаю, что будут вопросы, поэтому говорю на опережение. Спасибо. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале. Обязательно подписывайтесь и оставайтесь с нами.